Дамасте, дорогие друзья! Итак, сегодня пятница. Пятница – это день богини Лакшми. В индуизме, в хинду-религии, каждый день недели олицетворяет определенное божество и соответствует определенной планете. Так вот, пятница – это богиня Лакшми. Вот она. И, опять же, позади меня темпл, где я только что сделала пуджу, то есть службу. И это также день планеты Венеры, которая отвечает за красоту, за удовольствие, за комфорт. Но главное не переборщить. Богиня Лакшми дает удачу, изобилие, состояние любви, гармонии, баланса в семье, помогает, если какие-то возникли на пути проблемы. На самом деле существует восемь форм богини Лакшми. И каждая из них помогает в определенной ситуации. Например, какая-то форма помогает у кого с работой какие-то трудности, у кого с детьми, у кого с недвижимостью. Например, те, кто живет в деревнях со скотом, с посевами, со средствами передвижения. В общем, каждая форма отвечает за определенные действия, которые непосредственно связаны с нашей планетой Земля. И все-все-все подробно вот описано в такой книжечке. Она написана на хинди и мантры на санскрите. Но я эту книжку перевела. И уже с радостью хочу вам сообщить, что я готова этой книжкой с вами поделиться. Все, что вам нужно, это просто мне написать, что вы хотите эту книжку. И я сейчас уже записываю сопутствующие видео, вот например, это, буду рассказывать потихонечку, объяснять о ритуалах богини Лакшми, которые приносят счастье, удачу, исполнение желаний. И просто, вы знаете, спокойствие на душе, на своем опыте хочу сказать. Эти ритуалы проводятся, как вы уже поняли, но тем не менее, хочу уточнить, по пятницам, потому что пятница это день Лакшми. И можно выбрать количество ритуалов. Да, то есть минимум их проводит 11, то есть 11 пятниц подряд. Есть исключения, например, если вы не можете в пятницу сделать этот ритуал, вы приболели, вы уехали из дома или еще по какой-то причине, вы просто просите у богини прощения и этот ритуал проводите в следующую пятницу. Но в сумме должно быть 11, либо 21, либо 101, при условии, если вы хотите, чтобы какое-то режимание ваше исполнилось. И когда все ритуалы пятницы будут сделаны, на последний, на 11, на 21 или на 101, вы делаете ритуал угощения. В Индии угощают всех гостей. Гость в Индии считается богом. Да, то есть гостю дается все самое-самое лучшее. На последний ритуал приглашаются женщины, потому что женщины в Индии – это олицетворение богини Лакшми. В зависимости от различных ситуаций, то есть минимум 5 женщин, это может быть 7, 21 женщина. Об этих толькостях я вам расскажу. Могут это быть девочки маленькие, да, как олицетворение богини Лакшми, и им дарятся подарки. Подарки в Индии дарятся вот такие вот индийские украшения для женщин, вот такие вот браслетики, вот такая вот точечка, вот полосочка специальная ставится, губная помада, лак для ногтей, что еще, носовой платочек, вот, и обязательно вот такая книга. Но, если нет книги, то имеется в виду вот такой вот книги, например, для вас, мои дорогие слушательницы, кому интересно. Я эту книгу подготовила в варианте интернета, да, то есть не такую, которую можно потрогать, причем на русском языке все перевела, и вышлю ее вам с картинками очень-очень интересные. Ну, что самое важное, с чего я хочу начать, потому что, знаете, вот я сейчас уже делаю вторую серию ритуалов. Первую я сделала 11 ритуалов, сейчас я решила сделать 21. И вот на моем опыте собственном, с чем я хочу с вами поделиться, что ритуалы делаются по пятницам, но начинаются они в четверг. То есть, во-первых, вам нужно подготовиться внутренне, вы должны подготовить стемпл, вы должны положить цветы, определенные атрибуты, я все это расскажу, да, то есть это и кокос положить, который олицетворяет наш ум, да, и вот опять же цветы, золотые украшения, монетки положить. Положить, вот если видите, у меня горит лампадка, это масло топленое ги, то есть все это должно быть закуплено. Благовоние. Такая вот, видите, очень многие спрашивают, а что это такая за ниточка, да? Вот такая вот ниточка, вот сейчас я вам покажу тоже. Вот она повязывается, как символ пуджи. То есть это олицетворение пуджи. И когда она заканчивается, ее можно срезать, можно срезать самую, можно продолжать носить, можно попросить пандита, то есть это священный человек, вот, темпли в храме и срезать. То есть там уже эти варианты мы тоже с вами обговорим, и хочу сказать, вы можете всегда мне задавать вопросы. Очень важно иметь дерево, растение, домашнее тулси, потому что вы делаете и службу после пуджи, вот здесь в храме, и тулси, да? Вы ставите тоже тулси, точечку с рисом, вы повязываете такую ниточку. Это все делается на первой пуджи, да? То есть не каждый раз, не каждую пятницу, а только лишь одну. Ну, такая вот тарелочка, если вы видите сзади у меня, все это я позже расскажу, потому что очень-очень много тонкостей. То есть все это нужно заранее приобрести. Но, помимо этого, каждый четверг вы, перед тем, как в пятницу начать поклонение богине Лакшми, в четверг вы идете к ее супругу, а это лорд Вишну. То есть и просите его посетить ваш дом. А там, где лорд Вишну, богине Лакшми всегда придет. В этом и заключается смысл. Если вы придете и поклонитесь лорду Вишну, это можно сделать в его храме, храм лорда Вишну, либо его аватаров. Это лорд Кришна, рам, это тот же Будда. У лорда Вишны очень много аватаров. Если нет уже храма, то в Индии что делают? Поклоняются, приходят к дереву, которое стоит отдельно. То есть там, где нету домов, стоит дерево. И это обычно баньян дерево, да, либо это называется пипл три. Но если в вашем районе такого дерева не растет, просто поклониться дереву, стоящему на природе. И взять с собой, когда вы придете к этому дереву, вот такую вот точечку, тику, она в порошочке продается, и рис, да. То есть положить в платочек немножечко вот этого порошочка, немножечко риса, и прийти поклониться лорду Вишну, про себя попросить его посетить ваш дом, потому что завтра вы собираетесь делать пуджу богини Лакшми. И лорд Вишну дает благословение вот этим вещам, которые вы принесли, и вы их используете. Сейчас покажу уже непосредственно своей пуджи. Вот вот такую вот красненькую штучку, да, это называется тига. Вы кладете в маленькую мисочку, также вы кладете куркуму, да, немножечко, и золотое колечко. И из него чуть-чуть водички наливаете, когда сделаете пуджу, ставите себе точечку. И рис вы тоже кладете на тарелочку. Это все я вам подробно расскажу. Понимаете, дело в том, что очень-очень много тонкостей. Хочу сказать, вот я живу в Индии 20 лет, и все эти года я постоянно что-то новое узнаю. Вот, например, да, я вам говорю, лист на тарелочку положить и так далее. Я это делаю давно, но узнала я об этом не так давно. Поэтому я хочу до вас донести все, что я узнала на собственном опыте. Я понимаю, как это важно. Дело в том, что в Индии люди, когда они рождаются, они уже это все знают, они это просто перед собой видят, как это все происходит, как делают их родители. и для них это странно не знать. И для них, для того, чтобы это объяснить, им странно, зачем объяснять, если это все знают. А людям, как мне, да, иностранки, все эти вещи, тонкости, они в новинку. И не зная их, конечно же, богиня не обидится на тебя. Богиня, она не смотрит на внешнее, она смотрит на внутреннее, но тем не менее, вот все вот эти вот тонкости, они важны. И поэтому я понимаю, как это важно, донести до вас вот всякие-всякие тонкие моменты. Но, что сегодня, в сегодняшнем видео, я хотела вам сказать, что пятничный пост, служение, поклонение, начинается в четверг, с того, что вы подготавливаете необходимые атрибуты для Пуджи. Какие атрибуты я вам подробно расскажу в следующем видео, это у меня также и написано, потому что это написано в этой книге, да, что нужно и идете к лорду Вишну с небольшим количеством риса и вот этим вот красным порошочком для точечки, для теки и поклоняетесь ему. Это делать лучше на закате, да, то есть не после, да, а на закате. И когда вы идете поклоняться лорду Вишну, вы непосредственно идете с целью к нему, да, то есть не отвлекаетесь, сходить в магазин, позвонить подруге, встретиться с тем-то и заодно, да, то есть вы идете к лорду Вишну, поклоняетесь и уже от него сразу же едете домой, чтобы лорд Вишна увидел дорогу, куда идти. Вот на сегодня я все, что хотела сказать и прежде чем я закончу, я хотела бы вам прочитать мантру, мантру лорду Вишну, которая читается также каждую пятницу перед тем, как вы начинаете мантры богини Лакшми. Итак. ОМ СУВАН МРАНЬЯ НАМАХАМ ОМ ХАИ МРАНЬЯ НАМАХАМ ОМ СУВАНЬЯ НАМАХАМ ОМ ХАРИ ОМ Эта мантра у меня написана, как ее петь на русском языке, описано ее значение, все, что я вам говорю, написано и в PDF материалах вот такой вот книжки. Ну, а мы с вами встретимся в следующую пятницу. Если появятся вопросы, пишите, я всегда рада вам ответить. Любви, счастья, изобилия, процветания. Редактор субтитров А.Семкин